Всем привет, меня зовут Маша, я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет видео о пустых баночках, но я не просто вам покажу то, что у меня закончилось, а также расскажу то, что я буду использовать взамен. Мне кажется, это будет интереснее, чем просто рассказывать о пустых банках. И если вы тоже так считаете, то ставьте пальцы вверх, и я буду знать, что вам нравится такой формат видео, и дальше делать что-нибудь подобное. Итак, давайте начнем. Первое, что я хочу показать, это будет вот такой снигчающий бальзам для рук, Hand Kiss от компании Magrav. Вот он у меня полностью закончился. Здесь 320 мл, достаточно мне надолго хватило. Я его покупала в фикс прайсе и использовала в основном весной, и не только на руки, но и на все тело. Мне очень понравилась его упаковка, она идет с дозатором, это очень удобно. Также приятнейший запах, он пахнет каким-то апельсиновым пирогом или что-то такое. В общем, очень вкусный. Но у него достаточно жидкая консистенция и увлажнение, соответственно, такое средненькое. То есть на зиму он, например, не подойдет. Но, в общем, и целом, такое приятное средство. Я, в принципе, с удовольствием им попользовалась. И взамен я купила практически такой же, только он идет с персиковым молочком. И этот смягчающий, а этот увлажняющий. У него действительно текстура более плотная, он более густой и увлажнение действительно более сильное. Он быстрее впитывается, чем вот этот вот. И у него не такой приятный запах какой-то. Ну, точнее как, он приятный, но лично на мой нюх мне вот этот больше понравился. И есть также отличие в упаковке. Здесь немножечко другая помпа. Но она, в принципе, нормально работает, поэтому никаких претензий нет. И, в общем и целом, мне понравились эти средства. И правильно они пишут, что это именно бальзам. То есть это не крем, не молочко, не тем более баттер. То есть это просто такой легкий увлажняющий бальзам. В общем и целом, неплохо мне понравилось. И я бы еще, наверное, и дальше покупала эти средства. Дальше, что хочу показать из ухода. У меня закончился освежающий гель для умывания от Himalaya Hairballs для комбинированной жирной кожи. Уже не раз вам его показывала и рассказывала о нем. Очень мне нравится это средство. Отлично очищает кожу. Использую и утром, и вечером мелкие скрабирующие частички, которые очень деликатно очищают кожу, не сушат ее. Вечером использую со спонжиком коньяку или просто с целлюлозным спонжиком. И отлично, в общем, он работает вместе с этим гелем. Поэтому, в общем, все нравится. Покупаю уже не в первый раз. И так как постоянно в последнее время именно им пользовалась, то взамен решила что-то другое купить. И сейчас использую вот такую гель плюс скраб плюс маску. Такое средство 3 в 1. Даже они пишут, что 5 в 1. Ну, в общем, такое многофункциональное средство. От чистой линии серии идеальная кожа. У меня уже тоже не в первый раз эта умывалка нравится. Она имеет такую белую густую кремовую консистенцию. Тоже с отшелушивающими частичками. Замечательно очищает кожу. Приятно пахнет. Не сушит ее. Также использую и утром, и вечером. И, честно говоря, как маску никогда не носила. Просто использую как умывалку. В общем, нравится. И всем могу посоветовать. Бюджетно, опять-таки, стоит. Поэтому все. Далее, что у меня закончилось, это вот такой лосьон персиковый от Новой Зари. Он у меня достаточно долго был, потому что я им редко пользуюсь. Так как он такой агрессивный. В нем на первом месте идет спирт. И это действительно чувствуется. Он такой жесткий. И я его не применяла на лицо. Ну, очень-очень редко. В основном я протирала им шею, плечи. Там тоже бывают всякие высыпания. Особенно это актуально летом, когда там много всяких загрязнений. И, в общем, я только в таких целях его использовала. И у него такой запах. Сначала удаляет такой спирт. И потом какой-то отдаленный аромат персика. Ну, в общем и целом, да, он жесткий. И на лицо я бы его не рекомендовала применять. Потому что, например, для жирной кожи он только еще больше усугубит выработку вот этих сальных желез. И вот этого подкожного жира. А для сухой кожи это вообще просто будет. Он все и сушит просто намертво. И взамен я ему купила такой огуречный лосьон. Это его коробочка. Я специально ее сохранила, чтобы вам показать. Вот так вот он выглядит. Он у меня практически новенький. Я его использовала где-то раза два или три. Вообще он называется душистая вода. Огуречный лосьон. Это у нас компания Понти Парфюм. Покупала я его в фикс прайсе. Мне очень понравился его запах. Он так вкусно пахнет. Так освежающе, бодряще, такими огурчиками. Не знаю, мне прям очень понравился этот запах. И он также, конечно же, содержит спирта. Но он не такой агрессивный, как вот этот персиковый от Новой Зари. Он замечательно очищает. Я даже протираю им лицо. И мне кажется, на лето это очень хороший вариант. И также мне понравился его состав. Здесь, в принципе, в составе спирт, естественно, вода, глицерин, водно-спиртовой экстракт огурца и лимонная кислота. По-моему, нормальный состав. Поэтому мне он очень понравился. И еще там был такой лосьон с шалфеем. Но, к сожалению, я, когда его попробовала, пошла в фикс прайс, чтобы купить такой же на прозапас. И, возможно, попробовать с шалфеем их уже не было. Возможно, они потом еще появятся. В общем, понравился такой приятный лосьончик. Ну и бюджетный, соответственно. Также закончился у меня вот такой крем для рук. Милк. Хорошее настроение. Это компания Клевер. Я вам частенько показываю их гели для душа, которые я просто очень люблю. И эта компания славится тем, что у них просто потрясающие запахи их косметических продуктов. И это не исключение. Он называется карамельное лакомство. И запах у него, конечно, потрясающий. Я его просто обожала носить на руки, только чтобы почувствовать этот запах. Он действительно пахнет очень натурально. Карамельками, ванильками, пироженками. Но он очень жидкий. Он буквально-таки стекал с рук. Достаточно быстро закончился. Совершенно ничего не увлажнял. То есть, что он есть, что нет. То есть, использовать его только ради запаха. Ну, в общем и целом, как бы не очень он мне понравился, конечно, именно по своему качеству. То есть, его плюс только запах. И взамен я купила вот такой крем стандартный, можно сказать, классический, от бархатных ручек. Увлажняющий масло оливы и масло косточек персика. Одно время я часто покупала бархатные ручки, которые с маслом ореха Макадамии в коричневой упаковке. Очень он мне нравится. Но как-то он приелся, поэтому я решила купить вот такой вот их обычный вариант. Ну, что хочу сказать. Приятный запах, хорошее увлажнение, приятные ощущения на руках, комфортные. Ну, я думаю, вы все знаете действие кремов бархатной ручки. Поэтому долго особо о нем рассказывать не буду. В общем, хороший крем, да, нравится, с удовольствием использую. В декоративной косметике закончился у меня вот такой сиси-крем от Lumine. У меня в оттенке Light. Очень такой известный продукт. Вообще, тональными средствами я пользуюсь не каждый день. Но вот этим в последнее время пользовалась ежедневно, потому что у него подходил к концу срок годности. Я вот быстрее хотела его добить. В общем и целом, он мне очень нравится. Он наносится буквально как увлажняющий крем. Он замечательно скрывает какие-то недостатки, но только мелкие. Он выравнивает тон кожи, подстраивается под нее. Ее кожа выглядит с ним очень такой сияющей, красивой, отфотошопленной, можно сказать. И при этом он не лежит маской, его не видно на лице. Единственный момент, он не очень стойкий. Вот, например, у меня кожа склонна к жирности. И она у меня начинает блестеть с ним гораздо быстрее, чем без него. Поэтому матирующие салфетки с ним я использую чаще. Но поэтому в основном, если мне нужно куда-то на выход, то я страсть его не использую. То есть это просто такой тональный на каждый день. И взамен я купила абсолютно такой же. У него немножечко только изменилась упаковка. Это тоже оттенок light. Ну, в общем, все те же свойства. У него, кстати говоря, идет такой очень удобный носик. Я прям вот из него разношу по лицу. И потом уже распределяю прям руками. Не спонжиками, не кистью, а просто вот руками. Потому что вот он легко распределяется, как увлажняющий крем. И взамен я купила такой же, потому что, ну, действительно нравится. Вот такой вот вариант на каждый день, чтобы просто выровнять тон кожи. И создать красивый вид. Но на выход, конечно, не подойдет. И также, что касается продуктов для лица, закончилась у меня вот такая пудра от Essence Fix & Matte. Это такая белая пудра. На лице она становится прозрачной. Мне она нравится. Насколько я знаю, сейчас в рассыпчатом варианте они больше не продаются. И, в общем, вот она у меня закончилась полностью. Здесь было 15,5 грамм. Достаточно долго хватило. И, кстати говоря, это моя уже вторая баночка. Мне в ней все нравится. И поэтому взамен я купила такую же, только вот она идет теперь в компактном, спрессованном варианте. И что хочу сказать, здесь не знаю, сколько грамм у меня, к сожалению, залеплено наклейкой. Но, а, нет, здесь есть 8 грамм. И вот буквально-таки где-то за 2 недели применения у меня образовалась уже вот такая вот дыра. То есть она очень быстро уходит. Вот эта мне вообще надолго хватило, мне кажется, больше, чем на полгода рассыпчатого варианта. Здесь вообще она просто у меня улетает. Хотя я особо немного ее использую. То есть я буквально провожу кистью и на лицо просто, чтобы зафиксировать макияж. Но вот она у меня, вот она сильно пылит. То есть вот я даже открыла, и уже какие-то вот тут крошечки на ней. Пыль такая, да. Поэтому, ну, в общем, к сожалению, я думаю, она не очень экономичная будет. Но, тем не менее, она мне очень нравится. Дальше закончился у меня вот такой вот карандашик для бровей. Ой, он такой у меня маленький. От Catrice. Ну, вот он мне уже весь-весь источен. Вот такой сенький он. И мне он очень нравится. Это оттенок 020. Он такой пепельно-коричневый. Отлично подойдет русоволосым девушкам. Создает такой натуральный эффект на бровях. И у него как будто содержится такой как бы воск. И он еще и приглаживает волоски. Конечно, я все равно потом использую гель для бровей фиксирующий. Но с ним тоже брови выглядят, ну, держат форму. Поэтому мне он очень понравился. И, соответственно, я взамен купила абсолютно такой же, в таком же оттенке. И с удовольствием им пользуюсь. И также это очень удобная щеточка на другом конце, которую я прочесываю бровки. И, в общем, нравится. Я всем могу посолить. Следующее, что у меня закончилось, это база по тени от NYX. Которая называется HD. Мне ее достаточно надолго хватило. Я ее покупала весной прошлого года. Ну, то есть, больше года я ее использовала. И у нее такой вот аппликатор. Очень удобно носить на веки. Она замечательно распределяется. Также она такого телесного цвета. Замечательно выравнивает века. И самое главное, выполняет свою функцию просто на 100%. Она отлично держит тени. Буквально-таки весь день. Это проверено на очень многих тенях. Даже не очень хороших. И, в общем, отличная база. Это самое лучшее, что у меня было из этой серии. И, в общем, поэтому взамен я купила абсолютно такую же. И с удовольствием ей сейчас пользуюсь. И вам с удовольствием рекомендую. Также для губ у меня закончилась вот такая вот помада от Эвелина серии Аква Платинум. В номере 445. Вот она у меня уже вся закончилась. У нее отличный цвет. Такой бежево-розовый. Немножечко с персиковым потоном. Натуральный. Так, естественно, смотрится на каждый день. Также я обожаю ее качество. Она такая жирненькая, кремовая. Замечательно ложится на губы. Отлично держится. Единственное, что немножечко их подсушивает. Ну, так как она стойкая. Хотя это вообще нигде не заявлено, что она стойкая. Она как увлажняющая идет. Но при этом она долго держится. Что является, конечно же, плюсом. Единственное, что у нее такой запах специфический. Пахнет она каким-то химическим арбузиком. Но, в общем, я обожаю этот оттенок. И, соответственно, взамен я использую абсолютно такую же. Вот он. Тоже 445 номер. Вот она так же выглядит. Вот. Я его очень люблю. Вот именно такой ежедневный вариант повседневный под любой макияж. Очень мне нравится. Поэтому взамен у меня, конечно, такая же. И также для губ. Это, можно сказать, можно отнести к уходу. И это закончилась у меня гигиеничка булочка с корицей. Я вам уже рассказывала о ней. Покупала ее в Магнит Косметик. Она у меня безумно быстро закончилась. Вот она вся, закончившаяся. И я вам уже рассказывала, что она мне не очень понравилась. Ну, такая абсолютно обычная, посредственная гигиеничка. Арметизированный вазелин, который не очень хорошо увлажняет губы. Но пахнет вкусно корицей. Вот единственное, что я хочу сказать. Я думаю, что не стоит она своих денег. И взамен я сейчас использую очень такой известный продукт. Это масло для губ от Нивея. У меня крем-карамель. Я его достаточно давно покупала. Оно вот лежало и ждало своего часа. Вот так вот выглядит. Очень приятный запах. Единственное, что я не нахожу здесь ничего карамельного. Скорее, какой-то просто сладкий сливочный запах. Мне он нравится. Я не лазаю туда пальцем. Я прям вот так вот губы мажу. Но я думаю, что вы все так делаете. Я думаю, что надолго хватит этого масла. Мне нравится, как увлажняет губы. Выглядит на губах как просто бальзам. Не липкий. Ничего. Очень приятное, комфортное ощущение. Поэтому мне все нравится. Поэтому с удовольствием использую. И последнее, что у меня закончилось. Это два продукта для губ. Это блески. Один от фирмы Ruta. Серия Exotic в номере 16. Мне кажется, это первый блеск, который мне реально закончился. Я его использовала до конца. Правда, здесь было 3,5 мл. Поэтому он у меня быстро так ушел. У него вот такой вот спонжик. Он очень приятно пахнет. Замечательный цвет. Такой малиновая фуксия. Какая-то такая. Как бы так. Я его описала. С мелкими блесточками. Которые очень красиво приливались на солнышке. При искусственном освещении. Он не липкий. Ну, соответственно, держится он недолго. Как и все блески. Ну, в общем, я с удовольствием им пользовалась. Если еще найду такой, то обязательно куплю. И второй блеск от фирмы Artvisage. Вообще, я бы сказала, что это жидкая помада. Но он позиционируется как блеск. Это номер 312. Но, в смысле, оттенок у него очень красивый. Он такой персиковый. С оранжевым таким подтоном. У него идет кисточка. Запах не очень приятный. Я уже рассказывала о нем в покупках для губ. Имеет запах такого ягодного химического киселя. Знаете, такие в брикетах продаются. Вот он так же пахнет. И очень навязчивый. Он остается на губах. Мне он не нравится. При нанесении сначала остается очень такая красивая глянцевая поверхность на губах. Он такой прям лаковый. Но через какое-то время он начинает прямо течь за контур губ. Собираться в складочки. Забиваться в них. Плюс он липкий. Он собирается на стыке губ некрасиво. В общем, начинает себя вести отвратительно. И плюс он потом просто сползает с губ, особенно если на улице не очень тепло, а так прохладно, то он вообще ужасно просто смотрится. Некрасиво, небрежно и вообще портит всю картину. Поэтому он мне не очень понравился. Хотя я его практически до конца использовала. Но тут остались какие-то остатки. Я его на работу в итоге отнесла и там использовала. Мне кажется, вообще это очень быстрый такой вариант, чтобы добить какую-то помаду, отнести на работу и периодически так краситься. В общем и целом, мне особо понравился. Я бы такой больше не купила. И взамен я сейчас использую такой блеск от Vivienne Sabo в номере 101. Ну, такой средний блеск. Он бежевый с мельчайшими такими блесточками. У него такой спонжик-лопаточка. Приятный запах такой ванильно-карамельный. Но он на губах смотрится практически прозрачным. Красиво переливается. Немножечко липковат. Стойкость у него, соответственно, средняя, как у многих блесков. Ну, в общем, такой неплохой блеск для губ. Но, наверное, я ожидала от него большего, скажем. И это были все мои пустые баночки. И то, что я буду использовать взамен. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Большое вам спасибо за просмотр. Всем пока!